МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все истории, как под копирку. Среди частных домиков на деньги дольщиков возводится многоквартирный дом. Разрешения на строительство, конечно, нет. Тем, кто приобрел здесь жилье новоселья, отпраздновать не удастся. Еще в 2013 году администрация при осуществлении земельного муниципального контроля на данном объекте установлена, что осуществляется строительство многоквартирного жилого дома с привлечением денежных средств 13 граждан. В этом же году Одинцовский городской суд строения признал самовольным и подлежащим сносу. Снести постройку должны были сами участники долевого строительства. Но решение так и не было исполнено. В текущем году, в августе месяце, определением Одинцовского городского суда право сноса данного объекта было предоставлено администрации с последующим взысканием расходов по сносу данного строения с должников пропорционально их долевой собственности в данном доме. Подрядчик уже завершает работы на объекте. Сейчас о том, что здесь когда-то стоял многоквартирный дом, напоминают только обломки стен и арматура. Скоро не останется и этого. Здание уже разобрано. До конца недели на специализированный полигон, специализированной техникой будет вывезен весь мусор. И здесь останется чистое участок. И такая работа в Одинцовском округе продолжится. Список объектов, подлежащих сносу, был составлен еще в прошлом году. В него вошли 614 незаконных и аварийных строений. В течение последнего месяца снесли три дома в Звенигороде, улице Суворова, в Кубинке. Сейчас готовим объекты под разбор в больших веземах. Тоже в Звенигороде, на улице Мичурино, на Чайковского. И, собственно, эту работу продолжаем делать в таком плановом системном режиме. Всего же в этом году снесли 66 таких объектов. В плане остается около ста. Евгения Августина, телекомпания Одинцова.